Никакого удовольствия от общения со своими соседями по коммуналке Татьяна Кузнецова уже давно не получает. Хотя бок о бок живут всю жизнь. Около года назад у Валерия случился инсульт. Вслед за ним сдала и супруга Таисия. Семейная пара сгорает на глазах. Их единственная дочь, по мнению наблюдательных соседей, появляется в родительском доме нечасто. Кормит плохо и нерегулярно. В квартире не убирает. В живую квартире. Одного нища ходят в туалет в комнате. Вон, невыносимые. Открываем он окна с 4 часов утра. Соседка по коммуналке носит вентили от крана газа и воды с собой в кармане. Таисия уже не единожды в беспамятстве открывала газ. Нервы сдают у всех жильцов дома номер 18 по улице 10-я санаторная. Залететь на воздух здесь боится каждый. Жалко мне просто их как людей, по-человечески. В таких условиях они невыносимых живут. Дочь за ними не следит, ни грамма не ходит. То есть куда-нибудь только их определить бы, что-то сделать с ними. То есть вот последнюю ночь она ночевала в подъезде. Она в дом даже зайти не могла, так как у нее нет ключей. То есть вот жалко мне их чисто по-человечески. Спят в подъезде, живут без лекарств и средств личной гигиены. А ведь они не алкоголики, а просто люди, на которых свалилась беда. Таисии всего лишь 62 года. Она очень хорошо одевалась, за собой ухаживала, убирала, стирала. Все, как говорится, работала в швейке. Очень хорошо. Но вот сейчас сгубило то, что они, мне кажется, у них отказали у нее ноги из-за того, что они голодные. Соседи обращались в полицию, прокуратуру, вызывали психиатрическую бригаду. Все безрезультатно. Протянуть руку помощи пенсионерам можно только, если они сами этого захотят, пояснили нам в соцзащите. Если гражданин не лишен дееспособности, то он должен сам обратиться с заявлением в ведомство с просьбой о помощи, в которой нуждается. Вариантов много. Это может быть и дом-интернат с лечением и обслуживанием, и соцработник, который будет помогать супругам в быту. Если у них прожиточные минимумы не очень невысокие, то здесь даже, может быть, рассматриваются и бесплатные. Либо плата за услуги очень невысокая, где-то от 200 до 400 рублей. Там оказывается достаточно большой спектр услуг. Это покупка продуктов, покупка медикаментов, уборка в помещении, оплата коммунальных услуг. Ну, достаточно большой, это у нас стандартизировано, это 510-е постановление правительства Ивановской области. Там можно все посмотреть, там очень большой спектр услуг для таких граждан. Согласно нашему законодательству, спасти Таисию и Валерия может только их дочь. Поговорить с родителями, предложить им написать заявление на обслуживание или просто переехать к ним, чтобы ухаживать самостоятельно и ежедневно. Но этого никогда не произойдет, уверены соседи. Но уговоры женщина не поддается, а весь интерес к родителям просыпается только раз в месяц, в день получения пенсии. Вот такой замкнутый круг, в котором, как в комнате наших героев, все с ног на голову. Елена Вилова, Денис Денисов, РТВ Иванова.